Насчет парковок Боксисарая. Большинство людей в Боксисарая зарабатывают деньги на нелегальных парковках. Очень много людей, которые ходят, предлагают вам различные экскурсии, джип-туры. Да, все мечети. Сейчас действующих пять мечетей. То есть, сохранившиеся и действующих пять мечетей здесь. Пещерный город располагается в три яруса на самой вершине. Первая перемена блюд закончилась в ожидании второй перемены блюд. Всем привет, друзья! Всем привет! Друзья, сегодня мы продолжаем путешествие по Крыму. И продолжаем мы его опять с семьей Коренчиковых. Вот Владимир, наш друг, вы его уже видели во многих видео. Мы сегодня продолжаем показывать Крым и тот Крым, который они не видели. В данный момент мы находимся на Мраморном озере в Боксисарайском районе. Это в селе Скалистая. Мы с Эрой здесь давно, очень давно не были. Смотрите, вот Света с дочей фотографирует, делает фотографии. Значит, это озеро открыто для общего посещения. Здесь люди купаются, загорают. Водичка теплая здесь? Да, вода есть теплая, но мы давно не были. Ничего здесь не было. Ни беседок вот этих вот, ни аквапарка, который здесь есть. Ни водных велосипедов, ни кафешек. Но смотрите, как все изменилось. Мы здесь последний раз были, наверное, года два назад. Все изменилось. Теперь это действительно место для отдыха людей. Сюда можно приезжать из Симферополя, из Боксисарая. Также местные люди из Почтового и Скалистого сюда приезжают, купаются, проводят здесь время. Света уже полезла в воду. Давайте подойдем к воде, а то я вам все рассказываю, рассказываю. Смотрите, вот такого она интересного, интересного, бирюзового цвета. И прозрачная вода. Родниковая водичка. Вода родниковая. Холодная, Свет? Теплая, да? О, и Вова пошел в воду. Все-таки не все им в море плавать, нужно и в озере. Рыбки какие-то даже. Вот, Вова рыбок увидел. По поводу кафе здесь на Мраморном озере. Ну, давайте будем брать первое блюдо. Борщ 200 рублей, солянка 200, окрошка 150, куриный с лапшой 150. Вторые блюда. Пельмени 200, долма 200, чебуреки по 100 рублей, ассорти чебурек 120, шашлыки 200, 200, 180, пловчик. Я уверен, что здесь готовят очень вкусный плов. 200 рублей, лагман 200, шурпа 200. Смотрите, все в основном по 200. Вот так выглядит это кафе с летней площадкой. Возле кафешки стоят вот такие вот достарханы, где можно посидеть, развалиться на подушках, поваляться, покушать. И я вам говорил, что есть беседки. Давайте поближе подойдем, и я вам покажу. Ну, конечно, антиковидные требования висят на этих беседочках. Что дистанция полтора метра, обработайте руки. Значит, и по поводу аренды беседок. Малая беседка 500 рублей час, 3000 в день. Большая беседка 1000 час, 5000 в день. И также джип-туры. То есть вы можете приехать, снять эту беседочку на целый день. На пару часиков возле беседок стоят мангалы. Ну, просто великолепно. Мне здесь нравится. И также здесь есть переодевалки. Из Праморного озера мы переместились в старый, прекрасный город Крыма. Город называется. А ну-ка, кто угадает? Давайте я повернусь, посмотрите панорамку. Да, вы угадали. Это Бахчисарай. Насчет парковок Бахчисарая. Большинство людей в Бахчисарая зарабатывают деньги на нелегальных парковках. Но об этом будет отдельное видео. Но хочется уточнить. Вот смотрите, молодые ребята, молодые ребята, запарковали. Парковка бесплатная, но с небольшим условием. Есть кафе, называется оно Сашбулат. Сашбулат, Сашбулат. А, эски шеф, о, эски шеф. Значит, паркуетесь вот на этом прекрасном, великолепном месте. Машинка под охраной. Но небольшое условие, заходите на кофеев в кафе. Кофе здесь действительно очень вкусное. Мы туда зайдем и все вам покажем. А сейчас, сейчас, друзья, мы вместе с вами идем гулять по Бахчисараю. Чтобы вы понимали, где находится эта парковка, смотрите, с правой стороны находится Ханский дворец, магазинчик вина, крымских погребов, художественный салон. Я поворачиваюсь, вот Света, вот семья Каренчиков. Вот она парковочка. В ту сторону находится прекрасное, великолепное место, называется пещерный город Чифуткале. Также там есть монастырь. Все дома оформлены очень красочно. В основном здесь все заточено на туристов. То есть, пожалуйста, дегустация бесплатна. Очень много привозят туристических групп. Ханский дворец уже после реставрации. Но реставрация до сих пор продолжается. И некоторые объекты во дворце, я так думаю, закрыты еще на реставрацию. Ребята, стоимость посещения Ханского дворца взрослых 300 рублей. Это, чтобы вы мне поверили, пенсионеры 250, дети 16-18, 150 это учащиеся. И дети 7-16, 50 рублей. Значит, здесь написаны все правила посещения. Сейчас мы решаем, пойдем мы во дворец или нет. Потому что Света здесь была с экскурсией уже. А, ребята, вот дело в том, что без экскурсии никого не пускают. То есть, вход только в составе экскурсионных групп. Время экскурсии. Значит, экскурсионный билет, ребята, стоит 650 рублей. Значит, как-то так. То есть, в данный момент самостоятельное посещение здесь не практикуется. И экскурсия занимает где-то минут 30-40. Многие здания и кафе уже отреставрированы. Здесь, возле Ханского дворца, насколько я помню, была прекрасная, великолепная чебуречная во времена Советского Союза. Чебуреки здесь были самые вкусные в Крыму. А сейчас, смотрите, сейчас все по-новому. Различные кафе. Вот кафе Крымско-Татарской национальной кухни называется Леванта. Очень много людей, которые ходят, предлагают вам различные экскурсии, джип-туры. То есть, действительно, здесь на каждом шагу джип-тур, джип-тур, экскурсия, скидки. Борются за клиента. Ну, не знаю, вот Вова Соседа решает ехать на джип-туры или нет. Вот, ребята, сейчас все решим, в Ханский дворец мы решили не идти. Придете сюда сами, посмотрите все. Но это уже будет без нас, да, Ирочка? Да, но я советую. Да, мы советуем, рекомендуем. Кто не был, обязательно. Вова Соседа решили взять джип-тур на Чуфуткале. Все-таки молодые люди уговорили. Здесь большая конкуренция. Друг на друга ребята обижаются, что перехватили клиента. Ну что, давайте, сейчас мы выезжаем, и вы все будете смотреть. Сегодня у нас такой вот тур по Бахчисараю, Бахчисарайскому району и, возможно, другие места. Мы уже приехали на первую смотровую площадку. Отсюда открывается вид на город Бахчисарай. И вот молодой человек Асан, это наш водитель. Саид, извините. Саид, да. Саид, да. Будет нам сейчас все рассказывать. А я потом вам вкратце все перескажу. Ну, вы понимаете, как монастыри, как храмы, получается, и мечети. Все под одну гребенку посносили, позакрывали, склады попревращали и так далее. Поэтому эта мечеть была восстановлена. Смотри, ребят, а действующие сейчас? Да, все мечети. Сейчас действующих пять мечетей. То есть, сохранившиеся и действующих пять мечетей здесь. Ребята, по историческим данным, ханский дворец построен в 1532 году. И до его постройки на этом месте здесь не было ничего. То есть, уже после постройки дворца, вокруг стали вырастать дома. И все это стало прирастать населением. Да, Ирочка? Я добавить хочу. Ну, умели же ханы выбирать. Вы посмотрите, какие шикарные места, какие скалы. Просто загляденье. Если у вас автомобиль более-менее надежный, например, вот Митсубиси Паджеро поехала, ребята не брали джип-тур, а вот на своем Паджеро они уверенно поехали на Чифут-Кале. На Чифут-Кале, забегая вперед, скажу, что мы подъедем к восточным воротам. Это не то место, куда поднимаются туристы пешком. Да, на УАЗике ездить, это еще то приключение. Трясет, во все стороны качает. Ну, кайфово. Мы сделали остановочку. Сейчас вам покажу, где. Посмотрите, какое место классно. Это называется Лавочка любви. Она уже занята влюбленными. Смотрите, какие же здесь фоточки инстаграмные. Классно, может, не инстаграмные. В общем, фотки будут зачетные. Виды шикарные, шикарные. Блин, как же здесь классно. Вот растет маленький можжевельник, кустик. И все зелено. И небо голубое. Вау, вау, вау. Как же здесь красиво. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Смотрите Вот эта вот колея Значит По Таким вот Данным Которые Точные Не точные Что это Осталось от повозок Которые здесь Ходили А после того Как повозки Здесь ходили Продавили немножко Дождями И водой Все это Промыл И получились Такие промоины возле этих ворот находится подробный план схема этого пещерного города вот так все это раньше выглядело значит вот в маршрут туристический но мы вместе с вами продолжаем движение увидите что это место туристическое очень много туристов сюда приходит приезжает люди гуляют и наслаждаются на улочках чифут колеса хранилась старая каменная кладка вот этот одна из улиц этого города этого старого прекрасного пещерного города но это не основная улица основную улицу мы вам показали где выбита вот такая вот колейность причем ребята насколько природа вырвала вот эти вот колю вот эту колею можно сказать представляете насколько мощная в камне именно не в асфальте не в бетоне а именно в камне мы вместе с вами подошли к сооружению оборонительные рвы то есть именно отсюда со стен крепости сейчас подойдем ближе я вам покажу здесь сидели дозорные и смотрели в ущелье смотрели придет ли неприятель то есть вот это понимаю ниши для оружия возможно смотрите вот такие вот окна из которых видно прекрасно вот это вот ущелье вот это вот дозорная комната здесь сидели дозорные дежурили то есть это жилое помещение и вот сквозь вот эти вот окна смотрите камера уходит представляете сколько трудов стоило вырубить скале вот такие помещения это титанический труд это сделала не природа это сделали люди опускаемся ниже еще одна комната и опять же окна для дозорных поднялись вверх и здесь на этом месте ребята стояли орудия оборонительные орудия для обороны от неприятеля катапульты то есть вот сюда вот затягивали эти катапульты здесь на этой площадке их ставили и отсюда с господствующей бомбаре так высоты ну просто великолепная оборонительная позиция продолжу немножко истории я вам уже говорил что с 14 века здесь селиться было разрешено караимом и к 18 веку караимы здесь были господствующее население то есть здесь его в основном жили уже караима и последний караим отсюда ушел в 1950 каком-то году это бомбаре так хранитель этого места покинул он чуфуткале всего лишь только потому что пересохли колодцы с питьевой водой вы сами видите сколько людей сюда приходит и приезжает на экскурсии действительно как я уже говорил крым многогранен разнообразен и прекрасен ребята очень много людей хочет посетить красивейшие места крыма и сейчас мы подошли к еще одной достопримечательности пещерного города чуфуткале это гробница усыпальница ребята смотрите сколько людей пытаются заглянуть туда через эту решетку все это старая но немножко подреставрировали подновили конечно время берет свое давайте вместе с вами зайдем туда и одним глазком камеры заглянем люди сюда бросают монеты чтобы вернуться посетить еще раз это место это мавзолей усыпальница джанике ханун дочери золотого золотоордынского хана этот пещерный город еще называется город принцессы джанике джанике или джанике если я неправильно поставил ударение простите меня конечно это известная дочь золотоордынского хана вот ее усыпальница вы только что видели и мы вместе с вами уже уходим опять на центральную улицу этого города вот еще одни ворота городские а это будем говорить так старый местный городской бродвей давайте подойдем там я вижу колодец да вот такой колодец ребята здесь действительно была вода и проблем древние жители с водой не знали видите какие наши друзья воспитанные по проезжей части мы не ходим а мы идем по тротуару который здесь сделан с древних времен то есть вот проезжая часть где двигался древний транспорт а вот тротуар для всех остальных прошли чуть ниже и заходим на территорию караимских кино с кино с и это караимские молельные дома почему не кенаса а кенасы потому что у караимов религия была святая и мужчины были отдельно женщины были отдельно все это памятник архитектуры значит кенаса датирована 14 веком но это то время когда караимом разрешили здесь жить смотрите вот так все это выглядит внутри да действительно небольшие молельные дома то есть кенаса это молельный дом ребята вот одна и вот вторая они в принципе идентичные они похожи друг на друга внутри все то же самое здесь ворота открыты пошире но сделано вот такое стекло чтоб люди то они ходили а здесь я смотрю эти кино сын наверное сделали как действующего такие их оккультурили постелили ковры выглядит все это действительно очень красиво территорий кино с мы вышли водки нас и с другой стороны сбоку ребята здесь есть прекрасная смотровая площадка виды просто зачетные просто бомбически давайте вместе с вами подойдем поближе к краю и вы все это оцените увидите я уверен вы не останетесь равнодушными к этой красоте это сейчас летом светит яркое солнце ходить жарко действительно жарко но если вы прийти сюда осенью когда весь лес он такой вот желтый покрывается багрянцем ну просто великолепно вот эту красоту конечно в этих местах нужно смотреть осенью только осень и так же отсюда открываются прекрасные виды на эту часть крепости чуфут кале и видно все здания мы уже опускаемся вниз к южным воротам это с одной стороны если вы зашли на чуфут кале с восточной стороны это выход ну а если вы идете пешком это вход смотрите здесь вот такой путь он будем говорить так ну нелегкие бомбы тогда сейчас хорошо все сухо но осенью когда дождик здесь очень скользко поэтому одевайте пожалуйста удобную обувь кроссовки которые не скользят подошва потому что здесь честно говоря на этих камнях очень легко растянуться и получить травму если вы входите на чуфут кале с южных ворот здесь сразу возле входа есть вот такие вот пещеры в которых жили люди содержали свой скот вот допустим вот это место здесь содержался скот вы видите это паюка для скота мы же вместе с вами уже выходим из пещерного города чуфут кале через южные ворота вот так выглядят южные ворота пещерного города чуфут кале и я вам обещал показать путь если вы будете сюда идти пешком мы опускаемся аккуратненько по от этой булыжной мостовой а вам придется подниматься идти сюда ну вот таким бодрым шагом где-то минут 25 от храма от монастыря но вы будете идти с прекрасными видами с чистым воздухом для того чтобы было удобно подниматься и опускаться сделано вот такие вот деревянные поручни два года назад их еще не было честно говоря да и смотрите вот мы идем потом будем поворачивать налево потом пойдем опять вниз и дальше уже наш путь будет пролегать в тени деревьев тени леса я вам обещал прогулку в тени деревьев обещал ребята опускаемся ниже идем к монастырю и здесь на этой тропинке различные столики с чаями посмотрите вот крымская лаванда варенье чеи сувенирчики все продается также вот такие поделки из дерева в принципе место туристическое поэтому на всех туристических местах крыма существуют вот такие вот мини ярмарки вовы их видел тоже часто да ну да такое ощущение что ничего не поменялось тех времен где же торговые ряды но за проспект да ребята смотрите торгуют всем даже рюкзаками рюкзаками вот такими зонтиками с очками вот водичку можете купить посещение обязательно рекомендую свято-успенский монастырь в сам монастырь вас не пустят но зайти в храм можно посмотреть туда там действительно очень красиво вот этот монастырь он приютился здесь прям возле скалы можно сказать врос в нее место чудесное великолепное и этот монастырь и находится как раз по пути если вы идете на чфуткале это бомбар так первая достопримечательность я уже вижу наши друзья выстроились возле небольшой булочной мы как-то сыра и покупали здесь очень вкусные пирожки но пирожков здесь нет только коржики пекут действительно вот эта выпечка монастырская ну а мы идем вниз чфуткале мы вернулись вообще сарай и решили перекусить а может быть серьезнее покушать в кафе из кишер которое я вам показывал вышли наверх на веранду вова горит опять ступеньки рядом здесь классная веранда вид классный что сейчас будем кушать заказывать и всем покажу что мы будем кушать ну 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 ребята нам уже принесли еду я заказал пловчик айранчик девочки заказали так там окрошка что-то еще горячая жидкая сок или компот какой-то композа кизиловый компот ну в принципе нам приятного аппетита и вам тоже первая перемена блюд закончилась в ожидании второй перемены блюд так и рачка как чебуреки обалденнейший размер вот да вот такой чебурек он необычный он кругленький как солнышко плов у меня вкусный айран в принципе не кавказский могу сказать достаточно неплохой да как салатик мало честно да вот как вот и вот эти пельмени в бульоне проскочили так теперь ребята ждут шашлык я шашлык не заказывал ну у ребята еще раз нам всем приятного аппетита да